11 февраля после двухчасового боя отрядом прилетели к нему. В Лесосибирске власть захватили восставшие красноармейцы. Они прошли по улицам города с кумачевыми транспарантами и флагами. На вооружении отряда были винтовки, наганы и даже знаменитый пулемет «Максим», который простанцы для устрашения везли на санях. Впрочем, появление красных партизан никого из жителей не напугало, ведь в качестве солдат выступали городские школьники, которые стали участниками военно-исторической реконструкции, посвященной столетию Несейско-Маклаковского восстания. Восстание вспыхнуло в феврале 1919 года, когда солдаты Несейского гарнизона и часть местных жителей поднялись против режима Колчака. Его предводителем стал красногвардеец Филипп Бабкин. В Краевическом музее до сих пор хранятся вещи знаменитого партизана. До наших дней дошло несколько снимков, как 20-х годов, так и уже 30-х годов, когда Филипп Яковлевич уже оставил Енисейский уезд. Что касается этой фотографии, то она по-своему исторична, потому что здесь и Филипп Яковлевич в центре находится, и вокруг него его верные боевые соратники. Долго противостоять войскам белогвардейцев партизаны не смогли. Уже через несколько месяцев красный мятеж был жестоко подавлен. Расправы с мятежниками и недовольными колчаковцы зачастую устраивали прямо на улицах, отрубая пленным красноармейцам головы шашкой. В Енисейске, рядом с братской могилой, в которой похоронены жертвы белогвардейцев, прошел митинг, посвященный тем кровавым событиям. Елена Чекенева пришла на митинг с портретом своего деда, Семена Гарманова. Ее предок в феврале 2019 года, чтобы избежать казни, пытался бежать из-под конвоя, но безуспешно. Они договорились, что головы рубить не дадим, побежим, что пусть стреляют. И вот Аркадия застрелили сразу на территории тюрьмы. А деда, вот Семена Гордеевича, его ранили в ногу. И он еще добежал до кладбища. И уже вот по следам, по крови его там нашли, и там уже расстреляли. В Енисейске события тех далеких лет отражены в названиях улиц. В городе есть переулок Партизанский. А вот эта улица, например, носит имя Филиппа Бабкина. В этом году Енисейскому-Клаковскому восстанию исполняется 100 лет. О его истории и жертвах сегодня напоминает обелиск в старинном городе и многочисленные братские могилы, разбросанные по всему Енисейскому району. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Енисей. Новости.